Если кто-то слышал о такой науке или об Александре Романовиче Лурии, прошу поднять руки. Очень хорошо. Теперь давайте-ка выясним, знаете ли вы, например, о трёх блоках мозга, о которых говорил Александр Романович Лурия. Тоже знаете. То есть базовые знания по нейропсихологии у вас есть. Почему для студентов факультета психологии образования важен курс нейропсихологии? Если вы будете работать школьным меропсихологом или психологом в центре психолога-медико-социального сопровождения детей и подростков, это очень распространённые места работы, то к вам пойдут, как вы думаете, дети с обычным развитием или дети с проблемами? Естественно, пойдут дети с проблемами. И это могут быть проблемы когнитивных функций, это могут быть проблемы поведения. И чтобы в них разобраться, нужна нейропсихология. Почему именно нейропсихология позволяет разобраться в проблемах детей, мы сейчас узнаем. А начнём мы с первой темы, которая называется «Теоретические основы нейропсихологии». Я сразу же вам пишу детской нейропсихологии, потому что вы учитесь в том университете, где именно детская нейропсихология наиболее важна. Итак, что такое нейропсихология, для чего она нужна? Вот эти вопросы можно не писать. А вот формулировку, что такое нейропсихология, я предлагаю вам записать. Нейропсихология – это область психологической науки, изучающая мозговую организацию психических процессов. Для нейропсихологии характерен структурно-функциональный подход. К изучению психических процессов. Структурно-функциональный. Что это значит? Это значит, что мы рассматриваем, с одной стороны, структуры, которые работают и осуществляют данную функцию, и сами функции. Поэтому структуру в данном случае обозначают мозговые структуры. Основное понятие нейропсихологии – высшие психические функции. С точки зрения нейропсихологии, и не только, конечно, каждая высшая психическая функция – это функциональная система, состоящая из нескольких звеньев, каждая из которых выполняет определенную функцию и обеспечивается работой определенных мозговых структур. Как вы видите, в этом определении есть структурно-функциональный подход. Это можно не записывать, это вам уже понятно. Итак, каждая ВПФ, функциональная система, состоит из нескольких звеньев, и эти звенья выполняют определенную функцию и обеспечиваются работой определенных мозговых структур. Ну и вы сами можете привести примеры высших психических функций. Это и речь, это письмо, это и чтение, это и решение задач, и счет. Я все говорю о тех высших психических функциях, которыми ребенок обладевает в школе. Но и восприятие, и память организации призвольных движений – это тоже высшие психические функции. Сейчас нейропсихология активно внедряется в психологическую службу в сфере образования. Это можно не писать. Почему? Потому что об этом будет дискурс, и вам не нужно, так сказать, записывать эту формулировку. Так почему же нейропсихологии внедряются в сферу образования? Значит, вот для нейропсихологии характерно, и вот эти пункты можно записать. Выявление сильных и слабых сторон ВПФ. И через это выявление механизмов трудностей обучения ребенка. Вот такое выявление сильных и слабых сторон позволяет осуществлять прогноз развития. И что особенно важно – разработку эффективной стратегии коррекционного воздействия. Вот почему вы здесь, вот почему курс нейропсихологии для вас практически важен. Давайте остановимся на самом распространенном отклонении в развитии, а именно на трудностях обучения. Или по-английски это learning disabilities. Именно этот термин входит в классификации нарушений развития ребенка, разработанной и Всемирной организацией здравоохранения, и Американской ассоциацией психологов. Это наиболее принятые в мире классификации. Итак, трудности обучения learning disabilities характеризуются парциальным отклонением в развитии ВПФ. Если слово парциальное, понятно, частичное, от слова порция, это тот же самый корень, точно так же, как и английское слово part, значит, и обозначает не полное, а частичное. И именно потому, что отклонение частично, нам особенно важно различить, а что же хорошо, а что же плохо у ребенка, на что можно опираться, а что нужно развивать. Давайте посмотрим на статистику. Вот это вот американская статистика. В 1984-1985 году дети, нуждающиеся в специальной помощи, составляли около 11% детской популяции. Это можно не писать, но что вам нужно знать, что на первом месте среди этих отклонений в развитии стоят трудности обучения, и они составляют почти 5%, 4 и 6. Следующие идут, речевая патология, 2,9, умственная отсталость занимает 1,8, эмоциональные нарушения, 0,9. Вот эти вот четыре категории я бы хотела бы, чтобы вы записали в таком порядке. Мне не важно, чтобы вы знали проценты, но мне важно, чтобы вы знали, что наиболее часто встречается, в каком порядке. Это же ранговый список. Так вот, ранг частоты встречаемости отклонений очень важно знать. Значит, трудности обучения, речевые нарушения, умственная отсталость, эмоциональные нарушения. Итак, посмотрим теперь на хронологию. А именно, посмотрим, как менялась частота этих отклонений в развитии, начиная с 76-77 учебного года. Ну и вот последние данные, которые я нашла, это 92-93 учебный год. Посмотрите-ка, эмоциональные проблемы, это нижняя линия, обозначенная квадратиками, она, так сказать, вот как мы зафиксировали 0,9%, так до 92-93 года была постоянной. Но сейчас, по крайней мере, в России то, что мы видим, мы видим значительное увеличение детей с эмоциональными нарушениями, и в частности детей с расстройствами аутистического спектра. Если раньше в нашей коррекционной школе 90% составляли дети с трудностями обучения, то сейчас половину составляют дети с расстройствами аутистического спектра. То есть это растет в категории. Теперь следующее, умственная отсталость. Я думаю, что вы можете сами перевести, что mental retardation – это и есть умственная отсталость. Я хочу, чтобы вы знали английские эквиваленты наших терминов. Так вот, умственная отсталость идет на спад. Идет на спад почему? За счет более раннего выявления умственной отсталости и более активной помощи умственно отсталым детям, часть из которых переходит в более мягкую группу детей с парциальными отклонениями в развитии ВПФ. Следующая группа достаточно стабильна – это речевые нарушения. И, как вы видите, лишь одна категория постоянно растет. Количество детей этой категории растет. И это специфические трудности обучения. То есть трудности обучения, как мы с вами называем. Значит, у нас тоже есть статистика. Вот это 1994-1995 год, потому что тогда наиболее подробная была статистика. И дети с трудностями обучения и задержкой психического развития ЗПР обучались в коррекционных классах и в классах компенсирующего обучения. И вы посмотрите, они составляли 551 тысячу, которые приблизительно в том же соотношении находятся с умственной отсталостью. Речевые нарушения здесь всего 11 тысяч, но это потому, что это ведомственная статистика. Она фиксирует только тех детей, для которых есть специальные классы и школы. А вы понимаете, что логопеды, как правило, работают в поликлиниках. Они работают и в школе, но это не специальные классы, они берут отдельных детей. И вот эти дети не попадают в эту статистику. Понятно? Так что на самом-то деле, когда говорят о количестве детей с речевыми проблемами, эти цифры очень близки к американским, почему я и привожу эту статистику. Теперь, вот я сказала, что для детей с трудностями обучения характерны парциальные отклонения в развитии. Но они, конечно, характерны парциальные отклонения не только для этой категории и детей. Вот это вот давайте мы запишем. Дети, имеющие парциальные отклонения в развитии ВПФ. Это, как мы уже говорили, трудности обучения. И близкий термин, широко употребимый в России, это задержка психического развития. В задержках речевого развития, а логопеды сейчас больше всего используют термин «общее недоразвитие речи» – ОНР. Слышали такой термин? ОНР. Там тоже какие-то речевые функции лучше, какие-то хуже. А речевые нарушения сочетаются с ненербальными нарушениями, и поэтому эти дети тоже попадают в категорию детей с парциальными отклонениями. Следующая категория детей – это неклассифицируемые дети, неучитываемые дети. Но этих детей очень много. Они составят основную массу детей, которые будут обращаться к вам за помощью. Это дети из обычных классов массовой школы, неуспевающие, стойко неуспевающие по одному-двум предметам. Обычно в начальной школе это русский язык и математика. Наконец, есть дети, которые успевают, но тратят на это столько сил, что их здоровье ухудшается. Так вот дети, успевающие в ущерб здоровью, или дети с психосоматическими чертами, тоже имеют парциальные отклонения. И если мы сумеем выявить, а в чем же у них слабость, и помочь им, то и психосоматика пойдет на убыль. Поэтому эти дети тоже нас, мы должны о них позаботиться. И последняя группа, о которой я хотела бы вам сказать, это одаренные дети. Вы удивлены? Дело в том, что для одаренных детей очень часто характерна двойная исключительность. Это перевод английского термина. Ну давайте возьмем пример. Альберт Эйнштейн. Вы знаете, что, или не знаете, что он очень поздно заговорил. Что он испытывал трудности обучения в школе, но, кстати, сам он говорил, что, может быть, потому, что я поздно познакомился с понятиями пространства и время, я их понял несколько иначе, что ему, так сказать, помогло в дальнейшем. В любом случае, вот такие, что-то лучше, а что-то хуже, очень часто бывают у одаренных детей. Это не обязательно, но, так сказать, достаточно часто. Ну, поскольку нейропсихология предполагает структурно-функциональный подход, значит, вам придется нарисовать мозг. Сначала мы рисуем шляпку грибка, потом вот эту дугу. После этого мы продолжаем эту сторону и рисуем височную долю. И вот здесь пририсуем мозжечок, черный мозжечок, видите? А вот здесь стволовые структуры. Значит, смотрите, это у нас мозжечок. Теперь нам нужно отделить передние отделы мозга от задних. Их делит центральная борозда. Вот давайте ее и нарисуем. А теперь подсказывайте мне, как называется эта доля. Модная, совершенно верно. Эта доля, как называется? Височная. Эта, как называется? Затылочная. Это? Это теменная. Вот эта, это теменная. Вот эта доля теменная. А вот есть еще зона, где сходятся височная, теменная и затылочные области. Вот эта вот область. И эта область называется зона ТПО. Вот этот термин, это сокращение, я хочу, чтобы вы знали. Откуда образовалось это название? Зона ТПО. Это первые буквы латинских названий долей мозга. Темпора паритела оксипиталис. ТПО. Зона ТПО – это здесь. Хорошо. Теперь пойдем чуть-чуть дальше. Я думаю, что это вы уже проходили, это вы уже знаете, я просто вам напомнила. Вот у вас должен получиться что-то вроде этого, только без этих точек и без цифр. Да? Получилось? Более-менее. А вот теперь следующий заголовок, который мы запишем, это основные функциональные блоки головного мозга. Если вы их знаете, можете не писать, а я вам только напомню, как называются блоки, какие функции они выполняют и какие структуры их обеспечивают. Итак, первый блок – регуляции тонуса и бодрствования. Его почти не видно на наружной поверхности мозга. Только вот вы видите, вот черное выходит за пределы мозга. Вот мы здесь видим белую полоску, это стволовые образования. Так вот, хорошо он виден на разрезе по средней линии. И это происходит потому, что этот блок занимает глубинные, в скобочках, подкорковые и стволовые структуры. Вот вы пришли в хорошем настроении, готовы работать. И это значит, что первый блок работает у вас замечательно. Теперь представьте себе, что вы не выспались, устали, перед этим перенесли какое-то тяжелое соматическое заболевание, ну, например, грипп. И ваша активность значительно меньше. Первый блок, то, так сказать, активизирует вас до нужного уровня, но скоро эта активность падает, и ваша работоспособность колеблется. Это функция первого блока. Теперь, если мы представим детей в школе. С одной стороны, в школе мы можем детей увидеть соматически ослабленных, которые приходят на урок, так сказать, как бы наполовину спят, некоторое время слушают учителя, потом отвлекаются просто потому, что не могут сосредоточиться. Их первый блок недостаточно их активизирует. Через некоторое время немножко ребенок отдохнул, снова, так сказать, волна подъема, потом снова низкое состояние тонуса. Представляете таких детей? И представляете свое такое состояние, когда когда-то вы можете работать, так сказать, на какое-то короткое время, а на какое-то не можете. Ну и, наконец, все вы знаете гиперактивных детей. Гиперактивные дети – это проблема первого блока мозга, который тесно взаимодействует с другими блоками. Но мы об этом еще поговорим. Таким образом, нам нужен оптимальный тонус ботерствования. И нам плохо, когда есть и гиперактивация, и гипоактивация. Теперь следующий блок, второй блок – это блок приема переработки и хранения информации. он занимает задние отделы коры. И вот вы видите, они закрашены здесь. Мы подробнее с ним ознакомимся чуть позже, на сегодняшней лекции. И, наконец, третий блок – блок программирования, регуляции и контроля психической деятельности. И он опирается на работу лобных отделов, то есть передних отделов коры. Я думаю, что вы это знаете, я вам просто напомнила эти знания. Я вам буду давать знания структурно-функциональной организации мозга по частям, чтобы вас не перегружать. Но, естественно, для вас это очень важно усвоить эти понятия, потому что я буду все время ими оперировать. Можно дальше. Мы сейчас перейдем к принципам нейропсихологии. И остановимся на трех принципах нейропсихологии, выдвинутых Львом Семеновичем Выгодским и разработанных Александром Романовичем Лурием. Значит, принципы нейропсихологии, выдвинутые Выгодским, разработанные и теоретически, и практически Александром Романовичем Лурием. Этих принципов три. Первый, хорошо известный вам принцип, это принцип социогенеза или социального происхождения высших психических функций. Этот принцип разделяется всеми психологами, с ними знакомят и на лекциях общей психологии, и возрастной психологии. Следующие принципы это принципы больше нейропсихологические. Второй принцип системного строения ВПФ. Он может упоминаться и в общей психологии, и в возрастной психологии, но разрабатывается он именно в нейропсихологии. И, наконец, принцип динамической организации и локализации ВПФ. Сейчас мы по очереди познакомимся со всеми этими тремя принципами. Что-то я вам напомню, а что-то будет для вас новым. Ну, это Лев Семенович Выгодский, это мой учитель Александр Романович Лурия. Принцип социогенеза на ВПФ. И я вам напоминаю известную цитату Лугоцкого. Всякая функция, я думаю, что вот это переписывать не надо, вы ее и так знаете, всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды. В двух планах. Сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интерпсихическая. И вот этот переход от интерпсихического этапа интерпсихическому называется интериоризацией. Я думаю, что вы знаете этот термин. Интерпсихические функции в результате интериоризации становятся интерпсихическими. Ну и что я хотела бы обратить ваше внимание, это на то, что в работе о психологических системах, это был доклад, большой доклад Выгодского, который он делал для своих учеников, последователей, и были приглашены и врачи, это было в клинике нервных болезней в ноябре месяце, Выгодский прочитал доклад о психологических системах. Вот можно считать, что тогда были заложены теоретические основы нейропсихологии, можно ноябрь тридцатого года считать началом научной нейропсихологии. Значит, какие же три этапа формирования произвольных действий выделяет Выгодский? Первый этап взрослый командует, ребенок выполняет, это интерпсихический этап. Функция разделена между взрослым и ребенком. Здесь происходит внешняя регуляция произвольного действия. Пример. А где у нас папа? Папа пришел. Ну-ка посмотри на папу, где папа? Ребенок произвольно поворачивается и смотрит на папу. Это уже произвольное действие, но команда к нему дана взрослым. Вот это первые произвольные действия, когда ребенок понимает команду и ее произвольно выполняет. Следующий этап. Ребенок командует сам себе. причем командует вслух это внешняя регуляция еще, внешняя регуляция, но самостоятельная уже. Ибо Гоцкий называет этот этап экстра психическим. как мы называем речь ребенка, которая обеспечивает регуляцию его действий, когда он слух говорит, что он будет сейчас делать. Эгоцентрическая речь, вы совершенно правы, эгоцентрическая речь это проявление вот этого экстра психического этапа регуляции действия. Теперь у меня такой к вам вопрос, а что тоже, так сказать, позже работает или не работает эгоцентрическая речь, внешняя речь, команда самому себе вслух. Используем мы такую вещь или нет? Пример. Когда себе пишешь, можешь себе идти в того, надо. Так, хорошо. А вот если вам сегодня было трудно встать, бывает такое? и раз, два, три, встаю, да? Вот так видите. Но самый такой впечатляющий пример эгоцентрической речи у взрослого человека экстра психический этап организации произвольных действий я увидела однажды летом на даче. представьте себе дорогу в дачном поселке вчера был дождь большие лужи на дороге по дороге навстречу мне идет по синусоиде человек и когда он уже готов свалиться он говорит стоять выпрямляется и идет несколько метров дальше потом опять начинает крыться опять говорит стоять выпрямляется и опять идет вы понимаете что экстра психическая регуляция оказывается более сильной для него сейчас чем если бы он подумал стоять нужно таким образом мы прибегаем в случае необходимости к внешней регуляции собственных действий наконец третий этап ребенок думает что нужно сделать и выполняет это интрапсихический этап он уже сам произвольно регулирует свои действия но для нас очень важно что Выгодский дает комментарий к этому этапу он сказал на докладе два пункта мозга которые измне возбуждаются ребенок думает что нужно сделать и выполняет это два разные системы мозга и они конечно вызываются каким-то внешним стимулом как по крайней мере у ребенка два пункта мозга которые извне возбуждаются имеют тенденцию действовать в единой системе и превращаются в интракартикальный пункт мы бы сейчас сказали в интра даже просто бы сказали что превращаются в функциональную систему то есть для высшего этапа формирования произвольных действий уже необходима функциональная система состоящая из нескольких звеньев мы это взяли на заметку а записали одну важную вещь основной путь коррекционного обучения соответствует данным этапам на что похожи эти этапы вот когда вы слышали сначала внешние действия потом проговаривание потом действия внутри что это вам напоминает этапы формирования умственного действия по Петру Яковлевичу Гальперину безусловно и Лев Семенович Выгодский и Петр Яковлевич Гальперин имели ввиду одни и те же так сказать сущности когда описывали этапы формирования поэтому основной путь коррекционного обучения соответствует как этапам Выгодского так и этапам по Гальперину понятно Итак мы переходим к следующему принципу принцип системного строения ВПФ И когда мы знакомились с понятием ВПФ мы уже записали с вами вот эту формулировку видите сверху каждая ВПФ функциональная система состоящая из нескольких звеньев каждая из которых выполняет определенную работу и обеспечивается работой определенных мозговых структур пометьте себе смотри формулировку на странице такой но если каждая ВПФ это система то при недоразвитии одного из звеньев этой системы нарушается работа всей функциональной системы представляете часовой механизм не работает один винтик а одно колесико не работает часы в целом точно так же когда мы имеем дело с функциональной системой при недоразвитии одного из звеньев или выпадении в случаях например травмы мозга нарушается работа всей функциональной системы но каждый раз по-разному в зависимости от того какое звено пострадало представьте себе такую картинку чтобы вы все это как бы представляли это очень важное положение поэтому я хочу зафиксировать некоторой картинкой представьте себе что дети построили из кубиков замок это система где эрористическая система где один кубик опирается на другой кубик и так далее понятно да теперь кто-то запускает в эту башню мячик башня рушится но башня рушится по-разному в зависимости от того куда попал мячик в правое в левое крыло так сказать или в центр все будет по-разному точно так же так сказать и когда мы дело имеем с мозговой структурой с функциональной системой страдает вся система но страдает по-разному а вот как по-разному мы еще будем говорить из принципа системности вытекает очень важное следствие если имеются синдром или симптомокомплекс можно сказать и так недоразвитие или выпадение в случае травмы какого-то компонента мы всегда увидим сложную картину в которой будет три компонента первый компонент первичный дефект нарушение функции непосредственно связанной с пострадавшим участком мозга это то куда непосредственно попал мячик вот это первичный дефект дефект но первичный дефект вызывает системные вторичные дефекты вторичные дефекты это нарушение обусловленные системными следствиями первичного дефекта в нашем домике какие-то блоки были связаны одни опирались на другие да и падают не только то куда попало но так сказать падают и все остальные кубики которые опирались на упавшие дефекты вот это системные следствия первичного дефекта но и в отличие от детской постройки мозг это живая система точно так же как и человек живая реагирующая система поэтому всегда мы в этой картине увидим третичные симптомы компенсаторные перестройки эти компенсаторные перестройки могут быть как позитивными адаптивными так и негативными ведущими к дальнейшей дезадаптации можно дальше давайте рассмотрим пример картины симптома комплекса который возникает при слабости лобных отделов мозга за что отвечают лобные отделы мозга за программирование регуляцию контроль произвольных действий и так записываем симптома комплекс при отставании функций программирования и контроля значит первичный дефект как мы знаем это нарушение программирования контроля этот дефект имеет свои проявления значит такой подзаголовочек проявление первичного дефекта дефект и сюда входят трудности ориентирующего этапа произвольного действия каждое действие произвольное нуждается в предварительной ориентировке и вот этот этап будет нарушен второе трудности инициирования нового вида деятельности как мы говорим трудности включения в задание трудности включения в задание все дети на переменке бегали разговаривали все дети когда учитель сказал откройте тетради запишите число и слова классная работа все это сделали а Вася до сих пор мыслями о том что было в коридоре это трудности включения в задание трудности переключения от того что он делал раньше к тому что он делает сейчас следующие трудности составления плана программы действия это хорошо показать на примере решения математической задачи вот так сказать ребенок открыл учебник прочитал он должен сориентироваться в условиях это мы уже записали а после этого на основании анализа условий задачи он должен составить план программу решения задачи правильно так вот это этап затруднен у детей с трудностями программирования и контроля дальнейшее выполнение действия регуляция действия следующий пункт трудности регуляции действия связаны с импульсивностью и инертностью ребенка казалось бы это противоположные качества ребенок импульсивно не подумав что-то делает а с другой стороны ребенок инертен в том что он делает но тем не менее так сказать мы у детей с трудностями программирования и контроля видим обе эти характеристики значит импульсивность понятно теперь инертность ну например дети решали примеры на сложение после этого они должны списать пример на вычитание и решить его что может сделать ребенок ребенок списывая может инертно написать место знака минус знак плюс понятно да но он может правильно списать пример но тем не менее решать его неправильно он складывает вместо того чтобы вычитать вот это инертность проявление инертности понятно трудности регуляции действия ну и наконец трудности контроля в задаче получилось два с половиной человека абсурдный ответ ребенка это не останавливает понятно да это проявление первичного дефекта теперь вторичные дефекты предположим вы смотрите ребенка этого ребенка и говорите Бася запомни пожалуйста слова и вызываете слова как вы думаете Бася сделает правильно или неправильно я я понимаю ваше раздумье дело в том что он может сделать правильно если он включился в задание но если он себя не организовал для выполнения этого действия если у него трудности включения в задание переключения то он не сделает это задание поэтому это нарушение вторичное как мы можем еще иначе это увидеть если мы организовали ребенка он повторяет нам хорошо если мы так сказать формально даем ему инструкцию и просим выполнять ребенок это задание не выполняет скажите пожалуйста в каких психометрических тестах учитываются первичные и вторичные трудности выполнения деятельности есть ли тесты которые различают почему это ребенок не сделал почему он не запомнил слова это нарушение памяти или это нарушение произвольной организации психометрические тесты ставят такую задачу нет не ставят и вот это особенность нейропсихологических тестов различение первичных и вторичных дефектов есть особенность нейропсихологических тестов это очень важно и это запишите различение первичных дефектов различение первичных и вторичных Знак равняется квалификациям симптома. То есть мы обсуждаем, этот симптом первичный или вторичный является особенностью нейропсихологической диагностики. Где еще мы можем увидеть вторичные проявления трудности программирования контроля? Вот вы дали ребенку сложную картинку. То есть это задача на восприятие. И опять же возникает вопрос, как ребенок справится с этой задачей? И теперь вы уже знаете ответ. Это зависит от того, включился он или не включился в произвольную организацию этого действия. Значит, итак, вторичные дефекты, это могут быть гностические трудности, гностические трудности. Согласны? Теперь скажите мне, пожалуйста, сколько минут у нас осталось до перемены? 10 минут. Хорошо. Теперь мы и так разобрали первичный дефект программирования контроля, его проявления. Вот вторичные дефекты программирования контроля. Теперь нам нужно в этом же примере рассмотреть компенсаторные перестройки, которые может использовать Вася. Понятно? Кстати, я забыла у вас спросить. А вот вы представляете себе такого ребенка, который на вопрос учителя, сколько будет 3 прибавить, он уже тянет руку. Вот это что за проявление, когда он тянет руку, не дослушав вопроса? Это импульсивность. А если, например, 13 минус 8. Ребенок говорит 15, когда идет простое манипулирование цифрами вместо того, чтобы реально сосчитать. Это тот же самый ребенок. Представляете этого ребенка, да? Так вот, какие компенсаторные стратегии выстраивает Вася? Положительное. Ребенок или позитивное, адаптивное. Ребенку трудно решать примеры в уме. Это какой этап произвольной организации действия? Только что мы с вами записали 3. Интропсихически, правда? В уме. И вместо этого он начинает считать по пальцам. Он переходит на внешнюю регуляцию своего действия. Это какой этап экстрапсихический. Или он начинает проговаривать то, что он делает. Это тоже экстрапсихический этап. Итак, переход с интрапсихического способа выполнения действия к экстрапсихическому. Пример. Позитивной компенсаторной перестройки. Переход от неудачной интрапсихической регуляции к экстрапсихической. Это пример позитивной компенсаторной перестройки. Как вы рассказывали, когда человек идет и говорит «стоять», «стоять». Да, так сказать, когда человек говорит «стоять», «стоять» – это тоже компенсаторная функция. Потому что в данном случае его функциональная система прямохождения явно нарушена. А значит, теперь негативная перестройка. Представьте себе этого Васю. Он не в попад отвечает. Он неправильно выполняет задания. Не включается вовремя в работу. Как на него реагирует учительница? Учительница его ругает. Что делают его одноклассники? В первом классе всегда находятся дети-обезьянки, которые следуют тому, что делает учитель, и они, так сказать, показывают на этого ребенка пальцами и говорят «вот дурак, так сказать, не может что-то сделать». Как вы понимаете, это Васе не нравится. Его самооценка падает, а он хочет ее поднять. И тут он замечает, что когда он иногда отвечает «не в попад», Часть детей смеется, смеется, так сказать, смех, положительное подкрепление. Дети на него смотрят, улыбаются. И Вася в следующий раз уже произвольно отвечает «не в попад» и смотрит одобрение, реакцию класса. Это способ как бы поднять себя в глазах других детей. Но это дезадаптивная компенсаторная стратегия. Почему? Потому что это первый шажочек к асоциальному поведению. Он делает не так, как надо, и сознательно делает не так, как надо. И вот возможность сделать этот микрошаг потом может продолжиться в выборе компании, которая готова к асоциальным действиям. Вы можете сами прочертить маршрут. Я только единственное скажу, что в Швеции было проведено исследование заключенных, уголовников. Воровство прежде всего, бытовое воровство. Нейропсихологический анализ особенностей ВПФ у этих людей показал, что среди них очень много людей со слабостью функций программирования и контроля. С одной стороны, это дорожка, которую мы прорисовали. С другой стороны, эта дорожка поддерживается невозможностью прогнозировать результат своих действий. Вычислить, что будет дальше. И вот эта проблема программирования и прогноза, вот она, так сказать, оказывается и приводит к большому числу таких людей. Итак, мы увидели с вами позитивные перестройки, и мы увидели негативную перестройку принятия роли Шута. Значит, следующая наша тема, которую мы с вами продолжим после перерыва, это будет тема, где мы рассмотрим структурно-функциональное строение письма. Но для этого мне нужно, чтобы вы нарисовали, или если вы не закрашивали этот рисунок, но лучше всего перерисовали вот эту картинку мозга, внешней поверхности мозга. Мы с вами говорили, что всякая высшая психическая функция есть в функциональной системе. Чтобы вам представить, что это такое, мы рассмотрим строение функции письма. Причем не будем брать письменную речь, только письмо. Почему я выбираю письмо? В младших классах школы какие очень частые трудности у детей бывают? Трудности с русским языком, трудности овладения грамотой. Поэтому нам и важно рассмотреть, какие компоненты входят в функцию письма. При этом, если вы помните, что третий принцип, принцип динамической организации функций, и вы можете предполагать, что это обозначает изменение функции, нам нужно зафиксировать, о каком времени в строении функции мы говорим. Итак, мы рассмотрим состав функции письма у первоклассника во втором полугодии. Когда функция письма наиболее развернута, она только начинает автоматизироваться. Понятно, да? Итак, учитель объявляет, что дети, запишите фразу «мама варит кашу». Так вот, что нужно ребёнку, чтобы записать эту фразу? Первое, о чём мы должны подумать, это о поддержании оптимального уровня бодрствования. Итак, значит, первый компонент функциональной структуры письма это поддержание оптимального уровня бодрствования, чтобы ребёнок не был гиперактивным, гиперактивным, а настроен на работу. И на вашей карте мозга, которую вы нарисовали, вы ставите, вот, один обозначает первый блок, а вот эта цифра один обозначает, что это первый компонент функции письма. Значит, первое, поддержание оптимального тонуса. где это? Вы уже можете сказать, что это срединные, глубинные, стволовые и стволовые отделы. поскольку учительница говорит, то ребёнку, чтобы записать эту фразу, нужна переработка слуховой информации. Она осуществляется с помощью височных отделов, структур, височных отделов левого полушария. Поэтому в височную область, заднюю треть, ближе к верхней височной извилини, мы ставим цифру 2. Кто-нибудь знает, как называется эта область? Это область верники, невропатолога, который обнаружил, что нарушения понимания речи возникают при поражении этих отделов. Итак, что же входит в переработку слуховой информации? Как называется второй блок? Приём, переработки и хранения. Ну, давайте перечислим. Первое. Восприятие слуховой информации, приём. Понятно? Да? Дальше. Переработка, переход от звучащих слов к значению слова. Это следующая операция, которая осуществляется здесь. Хранение информации. Ребёнок запоминает произнесённую фразу. Как вы думаете, это достаточно для того, чтобы писать? Для первоклассника недостаточно. Это достаточно для понимания речи, но недостаточно для письма первоклассника. Ещё нужен фономатический анализ услышанного. Какие фонемы входят в состав слов «мама варит кашу». Слово фонема понятно? Это единицы смыслоразличающие. Вот, например, глухие и звонкие «б» и «п» это обе фонемы, которые очень близки и отличаются только по глупости и звонкости. Так вот, различить это. Итак, вы записали переработка слуховой информации и четыре операции. Восприятие, предложение, соотнесение звукового образа со значением, сохранение информации в кратковременной памяти, слухо-речевой и фонематический анализ. Следующий компонент – переработка кинестетической информации. Что такое кинестезия? Это ощущение от двигающихся органов. Каким образом мы видим, что ребенок перерабатывает кинестетическую информацию? Ребенок повторяет «ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ит не позволяет воспринять информацию, соотнести движение органов речи артикулемы с фонемами и запрямить в моторной памяти». Понятно. Значит, переработка кинестетической информации понадобится нам еще и позже, когда ребенок начнет писать. Поэтому оставьте немножко места и не забудьте поставить три в передно-теменные отделы. Следующий пункт. С помощью слухового и кинестетического анализа ребенок установил звуковой состав слова. Теперь можно перейти от звука к букве и здесь включается переработка зрительной информации. Значит, написали переработка зрительной информации, поставили четыре в затылочные отделы и написали переход от звука к букве. Так вот, этот путь не единственный, он называется аналитическая стратегия левого полушария. А какая же другая стратегия от звучания к зрительному образу может быть? Можно себе представить целое слово. вот из слов мама варит кашу. Ребенок может представить себе зрительный образ какого слова? Каши или мамы. Какое слово он чаще писал и читал? Мама или каша? Мама. Значит, он может представить слово мама. Так вот, переход от целостного образа слова переход от слова к образу слова это холистическое от слова whole целое в английском языке, да, ну, вообще, конечно, латинский корень и в этом термине, и в английском whole. значит, холистическая стратегия свойственная правому полушарию. Таким образом, ребенок может для более новых слов использовать аналитическую стратегию, а для уже знакомых слов использовать целостную холистическую стратегию. У нас с вами цифра 4 стоит только в левом полушарии. А как же нам обозначить, что вообще-то, так сказать, правое полушарие имеет к этому отношение? Я вам предлагаю сюда, написать 4А и поставить стрелочку, что это как бы с обратной стороны, не в левом полушарии, а в правом. И это будет 4А. он пользуется левого полушария, он будет пользоваться этим одним? Значит, это вы хороший, очень задали вопрос. Дело в том, что у одних детей больше развиты структуры левого полушария, он будет предпочтительнее пользоваться структурами левого полушария у другого, а более развиты структуры правого полушария, и он будет пользоваться теми структурами. Но это еще зависит от зрительного опыта. Если есть уже готовый образ слова, можно использовать правое полушарие. Если его пока нет, то вам нужно переходить от звука к букве. Ну, а лучше, чтобы использовалось два, правильно? Так сказать, вообще более гибкие стратегии, экономичнее. Теперь ребенок уже знает, какие буквы или какое целое слово нужно писать. Но нужно решить, где писать. И для решения, где писать, нам нужна переработка зрительно-пространственной информации. Переработка зрительно-пространственной информации также осуществляется с помощью двух стратегий. Холистической и аналитической. И главную роль в переработке пространственной информации занимает правое полушарие. Поэтому вам нужно поставить цифру 5 в левое полушарие и значительно большего объема цифру 5а, чтобы обозначить роль правого полушария. В левом полушарии это зона ТПО. Вы уже знаете, что это стык теминно-висоточной затылочной области. В правом полушарии, который имеет более диффузную мозговую организацию, это задние отделы всего правого полушария. Поэтому цифра 5 должна быть большая. Понятно? Для чего нам нужна холистическая целостная стратегия? Значит, правая полушария используется для ориентировки Целостная холистическая стратегия в скобочках правое полушарие используется для ориентировки на листе бумаги. Где начать писать? Это очень непростое задание для первоклассников. Для того, чтобы поддерживать строку. Ведь можно поехать вниз или вверх. Записали? Для того, чтобы поддерживать одинаковый размер иноклоны. Как вы видите, это все функции правого полушария. А вот левое и правое полушария вместе отвечают за пространственную ориентацию букв и элементов букв. Левое и правое полушария вместе отвечают за пространственную ориентацию букв и элементов букв. Ребенок написал последнюю букву в имени Аня. Какую он ошибку допустил? Вот такие ошибки называются зеркальными. Так вот, зеркальные ошибки возможны при слабости как левого, так и правого полушария. Потому что за это отвечают обе стратегии. Такого рода ошибки Обычно у детей-дошкольников. Дело в том, что функции пространственной организации формируются долго. И поэтому эта ошибка вполне ожидаемая. Но если первоклассник, которого уже учат писать, а если тем более третий классник пишет вот такую вот вещь, что это такое? Если. Это Е. У меня плохой мел. Да? Или, так сказать, слово «спорт» напишет под стакой буквы «с». Или сон. Видите? Вот это уже ошибки, которые говорят о недоразвитии переработке зрительно-пространственной информации. И, как я сказала, это может быть и левое, и правое полушарие. Но чем грубее, чем более устойчивее ошибка, тем больше мы можем думать о влиянии правого полушария. Итак, ребенок уже знает, что писать. Где писать? И пора начинать писать. И тут подключаются передние отделы. Нужна программа графических движений. И за это отвечает операция «Серийная организация графических движений». Она осуществляется задними лобными отделами. И они носят название «премоторные зоны». Сразу за центральной бороздой идет узкая полоска моторная, а перед ней – премоторная зона. Понятно? Значит, мой сын, когда писал свое имя Федя, то букву «Е» он передавал вот таким образом. Ему нужно было написать три палочки. Он начинал серию движений, а остановиться вовремя не мог. Это проявление инертности, не точной программы, не стойкой программы. Конечно, если мы такого рода ошибки, но не в печатных буквах, а если, например, слово «мама» будет написано, в букве «м» будет еще лишний один элемент. Понятно? Да? Это будет ошибка серийной организации. Понятно? Но серийная организация, она задает программу действия. Ни одна программа сложного действия не может быть осуществлена без участия обратной связи. Обратную связь осуществляет компонент, который мы уже записали. Подумайте, какой. Все предыдущие назывались переработка. Так какой информации, как вы думаете? Киноэстетической информации. Абсолютно верно. Итак, в переработку киноэстетической информации, там вы оставили место, мы вписываем анализ графических движений при письме. анализ графических движений при письме. Киноэстетический компонент отвечает за выбор точных движений. Если точного движения им не будет, то и почерк будет корявым. Существует много причин, почему почерк может быть корявый, но в частности из-за плохой киноэстетики. У людей рука-лопата киноэстетические трудности. У меня сейчас отчетливые киноэстетические трудности, правда, связанные с внешними, так сказать, отсюда сигналы идут не слишком хорошо. Итак, остался у нас еще один компонент, а именно программирование регуляции и контроль письма. Представьте себе, что в коридоре раздался шум. Все дети продолжают писать, а Бася привстал, так сказать, и прислушивается, что же там происходит. Почему это происходит? Итак, программирование регуляции и контроль письма. Его программные действия недостаточно стойкие. Значит, программирование регуляции и контроль письма вставим цифру 7 в префронтальные отделы. Вот это фронт, как передовая линия, вот фронт, а это префронтальные отделы. И вот тот синдром, который мы с вами описали, он как раз синдром слабости функций и префронтальных отделов. И все проявления мы с вами уже записали. Если ребенок повторяет слово, написанное ранее, не один элемент, а целое слово, это инактивность программы, патологическая инертность целостной программы. И вот это возникает при слабости программирования и контроля. Итак, смотрите-ка, что мы с вами сделали. И какие вы молодцы. Дело в том, что вы сейчас уже освоили компоненты, которые входят в второй и третий блок. Во второй блок какие входят компоненты? Как она называется, вот этот компонент? Переработка какой информации? Слуховой висок, это слуховой висок, ближе всего к уху расположен. Слуховой информации. Три обозначает переработку какой информации? Киностетической. Четыре зрительной. Пять зрительно-пространственной. То есть вы уже знаете, какие компоненты осуществляются вторым блоком. Теперь третий блок. Какие здесь компоненты? Здесь два компонента. Семья организация, не обязательно графических движений, вообще серийная организация движений. И собственно программирование, регуляция и контроль любых произвольных действий, а не только письма. Таким образом мы с вами убили двух зайцев и познакомились со строением письма и опознакомились со строением блоков мозга. Еще вы узнали, что существуют две стратегии переработки информации. Какая первая стратегия? Аналитическая. Какое полушарие? А холистическая стратегия, это какое полушарие? Правое. Вот видите, сколько много уже из нейропсихологии вы знаете. Но не только из нейропсихологии. Как вы думаете, может ли быть единая трудность письма? Дисграфия с единственным механизмом. Может быть такое? Как вы думаете? Когда фонармин воспринимает, то это какой вариант? Он связан с переработкой слуховой информации. А когда ребенок пишет вот таким образом, это уже другой вариант трудности письма. то есть вы уже теоретически готовы к тому, что существуют различные варианты трудностей письма. Ну и как бы вы отнеслись к журнальной статье, в которой написано «Ученые нашли ген письма»? значит, у нас однажды делал доклад довольно известный генетик, она закончила МГУ, у нас выступала и после исследования дисграфии, где был показан генетический анализ дисграфии, я после уже лекции подошла к ней тихонечко говорю, но вы же закончили наш факультет, вы же знаете, что строение письма системно, как же можно говорить об одном гене, который отвечает за письмо. Естественно, через несколько лет появилось несколько генов, которые отвечают за письмо, и выяснилось, что ген письма отвечает не только за письмо, а один из них отвечает за тонкие движения, другой отвечает за что-то другое, третий за что-то, третье, то есть знание нейропсихологии вам уже позволило бы правильно сориентироваться в новых научных фактах, которые нам сообщают. Понятно? Теперь, как вы думаете, сколько может быть форм дисграфии? Может быть семь, но дело в том, что часто те зоны, которые находятся вместе и страдают вместе, то есть это будет одна дисграфия регуляторная, где шесть и семь, там, где два и три, это будет следующая дисграфия, а вот что касается зрительно-пространственной, она тоже есть, но она связана прежде всего с функциями правого полушария. Видите, мы еще пока знакомимся только с теорией нейропсихологии, но мы можем уже сделать некоторые практические выводы. И вот эта логичность, теоретичность нейропсихологии, она как раз и позволяет нам нейропсихологический анализ. теперь проверьте, у всех ли у вас нарисована такая картинка. Значит, поскольку вам нужно усвоить, что стоит за первым компонентом, вторым, третьим, четвертым и так далее, вам домашнее задание. К следующему разу, к понедельнику, вы на отдельном листе бумаги А4 рисунете заново мозг, ставите все эти цифры и арабские, и римские и подписываете, что значит каждая цифра. То есть сверху у вас мозг, снизу подписи. Зачем это нужно? Это нужно вам, вы положите перед собой на лекциях, и когда я буду говорить о переработке слуховой информации, вы сообразите, ага, это речь идет о виске. И почему висок, и почему переработка слуховой информации часто страдает вместе с переработкой киноэстетической, а не видите, как рядом два и три. Вот без этой картинки вы не сможете это сделать. Таким образом, не забудьте это сделать, я это обязательно проверю. А теперь мы готовы перейти к третьему принципу. принципу динамической организации и локализации ВПФ. Итак, состав ВПФ непостоянен, он может меняться, и существует три основные причины его изменения. Первое это изменение строения функций в энтогенезе. Перестройка функциональных систем происходит, об этом говорил Выгодский в своем докладе в Найбре 30-го года. Происходит изменение функций по мере автоматизации. И состав ВПФ непостоянен в связи с возможностью использования разных стратегий. Вы уже знаете две стратегии аналитическую и холистическую. Но по мере автоматизации навыков образуется функциональная система. Вы можете использовать ее, и это будет одна функциональная структура, а вы можете набирать ее по частям, если вы устали, или какие-то другие обстоятельства мешают. то есть это будет хотя уже, так сказать, функция автоматизирована, но вы можете использовать как более автоматизированный способ написания, так и менее автоматизированный. это тоже использование разных стратегий. Я могу свою подпись поставить не глядя, это будет один вариант, и я могу, так сказать, прописывать каждую букву отдельно. Это разные стратегии и разные структуры в этом участвуют. В первом случае, нужно ли мне глядеть на листок бумаги? Нет. А во втором нужно, так сказать, вот пример. Итак, мы рассмотрим изменение и начнем со второго пункта, изменение строения функций под влиянием автоматизации. И вам нужно разделить под этим заголовком страничку на правую левую половинку. В одну сторону мы напишем неавтоматизированные действия и его признаки, в другую мы напишем автоматизированные действия. И начнем с неавтоматизированного действия. лучше всего представить изменение по мере автоматизации на примере формирования какого-нибудь сложного двигательного навыка. Вот кто-нибудь из вас учился недавно, например, вождение машины или катание на доске или что-нибудь еще. Но поскольку вершина сложных двигательных навыков у меня это езда на велосипеде, то я прекрасно помню и представляю вот этот процесс. Итак, ребенок садится на велосипед, сзади взрослый поддерживает велосипед, а у ребенка, который хочет ехать, напряжены все мышцы и дрожат даже руки, плечо, ноги и так далее. Что это за признак неавтоматизированного действия? Это гипер активация, диффузная активация структур, как необходимых, так и связанных с ними. Теперь кроме вот этого гипер активации, следующее чувство, что ты знаешь, куда глядеть. Не то глядеть прямо, куда ехать, не то глядеть на руки, как держать руль, не то на ноги, как крутить педали. Откуда это желание на все на это смотреть? Оно проистекает из произвольного коркового контроля всех операций. Теперь следующий признак полнеэлементное планирование действия. Как ребенок учится крутить педали? Он нажимает одной ногой на одну педаль, и потом думает, что ага, а теперь нужно нажимать другой ногой. То есть его движение происходит и планирование действия полеэлементное. Еще проще это видеть в том, как ребенок пишет только начинающий писать, осваивает букву И. Что нужно сделать? Нужно найти место, где писать, потом опуститься вниз, потом сделать поворот, потом подняться наверх. И существует целое правило, каким образом это нужно делать в системе обучения письмо Илюхиной. Это поэлементное. А когда вы пишете букву И, вы задумываетесь, что нужно опуститься вниз, вы пишете это автоматизировано. Итак, поэлементное планирование действий. Значит, какое ощущение возникает у ребенка при выполнении автоматизированной. через три минуты он устал. И ему уже никакой велосипед не нужен. Почему это происходит? Из-за высокой энергоемкости не автоматизированной функции. Понятно это? Если вы учились ездить на машине, вы помните, как вы уставали первое время после получаса часа езды. Теперь автоматизированное действие. Оптимальная активация. Уже никакие плечи не напряжены. Произвольный контроль только смысловых операций. водитель. водитель, который только осваивает вождение. С ним можно разговаривать во время езды. Не мешай. Теперь уже более опытный водитель. Он с вами свободно разговаривает, потом говорит, сейчас трудно я не знаю, нужно найти куда в какой поворот входить сложная какая-то эстакада. в таком случае он уже не может действовать автоматизированно и должен взять это под внимательный контроль. Здесь нужно решить смысловую задачу, куда ехать. и произвольный контроль только смысловых операций. Если это не смысловая операция, а, например, такая-то задача, требующая пространственной ориентации, когда это действие не автоматизировано, оно требует и программирования контроля, и пространство, чтобы они работали вместе. только таким образом ребенок может это сделать. Когда он научился уже делать это пространственное действие, у него и это показывают нам картинки, которые видны на функциональной MRI, работают только зоны ТПО левого полушария и задние отделы право полушария и уже передние отделы не включены так активно. То есть зона активации сокращается, потому что она находит нужную для этого действия способ организации. Об этом подробно говорил в своей книге о построении движений Николай Александрович Бирнштейн. И наконец еще один признак укропления книги. Единиц планирования или единиц контроля выполнения действия. Вот насколько крупными могут быть эти единицы, вы можете сами догадаться на основании своего опыта. Ну представьте себе, что сегодня, после того, как закончится лекция, вы захотите перед тем, как ехать домой, зайти, ну, предположим, в какую-то мастерскую, чтобы что-то выяснить. Для этого вам нужно где-то по вашему маршруту свернуть, что очень часто бывает. Вы подошли к своему дому и только потом вспомнили, батюшки, да, я же хотел зайти куда-то еще. Почему это произошло? Вы запустили единицу и выполняете последовательно на все ее этапы, а момент, когда надо остановиться и переключиться на новый маршрут, он не произошел. То есть вы не включили произвольный контроль, а здесь надо было его включить. Но все это вместе, оптимальная активация, контроль только смысловых операций, укрупнение единиц контроля действия приводит к уменьшению энергоемкости. теория, а теперь практика. Представьте себе, что у ребенка плохой фонарматический анализ, то есть переработка слуховой информации у него буксует. Как вы думаете, у него будет хорошо автоматизироваться процесс письма? В процесс письма входит это звено в эту функциональную систему. и если эта функциональная система не работает, она должна привлекать ресурсы, произвольное внимание, как будет вся система письма в целом себя от этого чувствовать? Естественно, она страдает. Слабость любого звена функциональной системы письма приводит к трудностям автоматизации письма. Запишите это. А, так сказать, смысл запомнить того, что я сказала. Значит, слабость любого функционального звена письма приводит к замедлению автоматизации письма. Записали? если процесс автоматизации замедлен, то функция остается высоко энергоемкой. Если она требует слишком много от ребенка ресурсов, то при написании мы увидим ошибки только переработки слуховой информации или из-за высокой энергоемкости мы увидим ошибки, сбои и других функциональных звеньев. Увидим мы такие сбой других функциональных звеньев, потому что это же система, а в системе слабость одного отражается на слабости друг. Отсюда практически вывод. при любой форме дисграфии мы увидим ошибки, связанные не только с первичным дефектом, но и ошибки, связанные с другими функциональными компонентами письма. А каких ошибок будет больше на каждой компанию? Первичным, конечно, и вот потому, каких ошибок больше, мы можем и видеть, какой же здесь первичный дефект. Итак, что вы успели записать? Прочтите, а я вам продолжу фразу. При любой форме дисграфии мы увидим ошибки, связанные не только с первичным дефектом, но и со всеми другими компонентами письма. Так, при слабости фономатического слуха мы увидим и ошибки программирования и контроля зрительные и зрительно-пространственные. Понятно? Вот опять же, как нам теория помогает решать практические вопросы. Теперь нам нужно с вами перейти к изменению строения функций в антогенезе. Значит, вот мы с вами рассмотрели второй пункт изменения функций по мере автоматизации. Теперь нам нужно посмотреть на изменение строения функций в антогенезе. и для этого мы рассмотрим письмо дошкольника, а потом сформированное письмо. в антогенезе. Итак, мы с вами знаем, что у первоклассника наиболее развернутая, неавтоматизированная еще система письма, в которую входит, как мы записали с вами, семь компонентов. А что же у дошкольника? Начнем с того, что ребенок запомнил пять, десять слов, как они пишутся, как он будет писать, что нужно для того, чтобы он написал слово мама или папа. папа и мама. Какие у вас есть соображения? Название компонентов вы уже все знаете. Образец нужен восприятие. Образец восприятие. Значит, он, предположим, что у него был образец, и он его запомнил. И он уже знает, как писать папа и мама. Значит, что ему нужно для того, чтобы снова написать папа и мама. Ему нужно актуализировать в памяти зрительный и зрительно-пространственный образ слова. Он будет вспоминать отдельные буквы или целое слово. Слово. Значит, какая стратегия у него будет работать? Холистическая. Право полушария. Итак, ребенок дошкольник при письме припоминает зрительные и зрительно-пространственные образы слова. то есть у него больше всего при этом работают компоненты 4А, 5А. Согласны? Правое полушарие. Когда он пишет слово мама и припомнил этот образ, ему нужно проводить фономатический анализ или проговаривать это слово, чтобы проанализировать, какие звуки там есть? Нет. Следовательно, роль второго и третьего компонента значительно меньше. фономатический анализ при таком письме первых слов не участвует. Не нужна ли ему серийная организация движений? безусловно. И вот то, что она нужна, показывают вот эти ошибки. Другое дело, что они не очень хорошо срабатывают это звено, но тем не менее, безусловно, ему нужна серийная организация движений. Теперь по поводу программирования и контроля. Может ли ребенок пяти с половиной лет включится произвольно в акт письма? Кто обычно стимулирует его? Взрослый. Следовательно, вот программирование и контроль вот этот компонент это разделенная интерпсихическая функция. Мы раньше говорили об интерпсихических функциях в целом, но даже и компоненты функций тоже могут быть разделенными. Теперь как насчет первого блока? Вы были на перемене, пришли сюда, кто-то сумел отдохнуть и после этого работать, кто-то уже стал работать во второй половине труднее, но тем не менее вы можете произвольно настраивать ваш первый блок. Вы себе даете, сейчас я должна заснуть, а сейчас я должна бодрствовать. А ребенок может это делать? Нет. Если взрослый стимулирует его к письму, то взрослый же и находит те моменты в жизни ребенка, когда он находится в оптимально бодрствующем состоянии. То есть это получается тоже разделенная функция. Понятно? Итак, больше компонентов у первоклассников или у дошкольников? У дошкольников. Больше компонентов? Они еще не готовы у первоклассников. Поэтому можно представить себе вот такой образ нарисовать, что письмо у дошкольников представляет некоторый бутон. Там что-то заложено, но оно еще не полностью развернулось. Что-то видно, что-то нет. У первоклассников мы видим расцветший цветок, все компоненты отчетливо представлены. Теперь письмо у вас. Я вам рассказываю, вы записываете. Согласны? В этом акте письма давайте так сказать нужен вам первый блок. Безусловно нужен, но поскольку письмо у вас более автоматизированное, то даже тогда, когда вы несколько устали, вы можете этим заниматься. Просто меньше требований к первому блоку из-за автоматизации функции письма. теперь переработка слуховой информации. Когда вы записывали мама варит кашу, вы проводили фономатический анализ этого слова, значит переработка слуховой информации сокращена. Согласны по сравнению с дошкольником. Теперь когда вы записывали эту фразу, вы проговаривали мама варит кашу. Безусловно нет. Следовательно, роль второго и третьего компонента в письме взрослого человека значительно сокращена. А теперь, пожалуйста, представьте себе, что я вам даю команду написать слово «попок это петль». «попок это петль» это название вулкана в Мексике около города Пуэбло. Для того, чтобы записать, предположим, если вам нужно было бы записать это слово, вы намострили уши, что это? Вы пробуете разворнуть фономатический анализ, вы пробуете это проговорить «попок это петль». «Попок это петль». Следовательно, у взрослых при необходимости переработка слуховой и зрительной, то есть переработка слуховой и киностетической информации переходит из латентного состояния в активное. Понятно? Вы это сами запишите? Нет? Что переходит переработка слуховой и киностетической информации, вот эти звенья из более латентного состояния, состояния готовности, но не участия, переходят в активное состояние. значит, про один мы сказали, про два три сказали, теперь очередь четыре, да? Переработка зрительной информации, переработка зрительной информации требует ли для вас припоминания зрительного образа букв. Вот вы уже припоминаете как бы и знаете, как то есть, нагрузка на зрительное звено значительно падает, и вы какие-то слова можете записать, даже не глядя в тетрадку. Согласны? Падает, так сказать, не только два, три, но и роль четыре. Ну и соответственно, пять, держать строчку вы можете, так сказать, не глядя на страницу, да? Это, опять же, автоматизировано. Семья организация, у вас теперь крупные единицы, вы пишете словами, а они, так сказать, элементами букв и букв, следовательно, эта функция тоже значительно в меньшей степени затребована. Она требуется, безусловно, но в меньшей степени. Программирование контроль отвечает еще за соотнесение того, что вы слышите и записываете с вашей долговременной памяти. Идет именно, так сказать, осмысление той информации, которую вы пишете. Взрослые не пишут бессмысленные вещи, как правило, да? И поэтому смысловые операции выходят на первый этап, и основная нагрузка ложится на смысловые операции, цена функций, то есть на функции префронтальных отделов левого полушария. итак, если продолжить нашу метафору, итак, был бутон, потом цветок, а теперь получается плод. В этом это уже были спаянные функциональные системы, которые при необходимости может разворачиваться. Согласны? Хорошо. Теперь запишем следствие из принципа динамической организации локализации ВПФ. Вы можете коротко написать следствие из третьего принципа, вы уже знаете какой. Принцип динамической организации иначе называется принципом хроногенной локализации. Я здесь специально использовала это слово выгодского, с тем, чтобы вы поняли, что вообще имеется в виду одно и то же. Динамическое, меняющееся во времени, хроногенное, зависящее от времени. Хронос, как вы знаете, хронометр, время, да? Итак, как же формулируется принцип хроногенной локализации? Это опять же формулировка Виготского. Он об этом говорил в своем последнем докладе, который он делал за, так сказать, 2-3 месяца до смерти в 1934 году. Значит, о чем он там говорит? Поражение одного и того же участка мозга в сформированном, то есть у взрослого и несформированном мозге, имеется в виду у ребенка, имеет разные последствия. Итак, поражение одного и того же участка мозга в сформированном и несформированном мозге имеет разные последствия. У взрослого нарушаются ниже лежащие функции. А у ребенка как ниже лежащие, так и вновь организуемые ниже лежащие. рассмотрим пример, который приводит в своем докладе Выгодский, а именно поражение затылочной доли у взрослого и у ребенка. Как вы думаете, поражение затылочной доли у взрослого к нарушениям переработки какой информации ведет? Зрительной. И называется это нарушение зрительная агнозия. Итак, нарушение определенного участка у взрослого, в данном случае речь идет о затылочной области, ведет по словам Выгодского к страданию ниже лежащих операций. Нарисуйте такую же схемку, а здесь мы нарисуем потом, что у взрослого. Значит, итак, поражение этого участка ведет к страданию ниже лежащих операций. Мы рисуем стрелки вниз и около них знак минус. Нарисовали? Да. А теперь я расскажу вам о своей больной. Дело было в клинике нервных болезней. Вы знаете, я работаю не только здесь, но и на факультете психологии МГУ в лаборатории нейропсихологии. И наша база была клиника нервных болезней первого меда. И мы там занимались диагностикой и коррекцией нарушений ВПФ. И вот поступила молодая женщина, 35 лет, художник, приятная, интеллигентная женщина. Я провожу нейропсихологическое обследование ее и обнаруживаю, что как мне пишут врачи поражения затылочной области, так и я в нейропсихологическом обследовании вижу, что она плохо выполняет пробы на зрительный гнозис. А какие это пробы? Это силуэтное изображение, контурное изображение, да еще часто перечеркнутые или наложенные изображения друг на друга, бывают недорисованные, она их выполняет плохо. То есть, я, так сказать, убеждаюсь, что действительно страдают у нее ниже лежащие, так сказать, а именно операции зрительного восприятия. теперь я у нее спрашиваю, Танечка, а в жизни вот как-то, так сказать, вот эти проблемы тебя беспокоят? Она говорит, ну вот в первое время, после того, как это произошло, у меня были трудности с чтением. сейчас я читаю, но в чтении я от этого быстро устаю. А какие-то другие проблемы есть? Она говорит, да вроде нет. Вот это мы обсудим уже на следующем занятии. Этот пример хорошо? Договорились. Редактор субтитров Корректор А.Егорова